По традиции торговые ряды развернулись на площадке спортивного комплекса «Волга Спорт-Арена». Региональные производители постарались через оформление прилавков передать характер своего товара. Всего больше тысячи позиций – крафтовый шоколад, бижутерия, одежда, мебель и даже домики для глэмпинга. Материал для последних позволяет охватить широкий спектр применения – от проведения свадебных выездных церемоний до мобильных госпиталей в горячих точках. Мы можем делать тентовые конструкции, то есть у нас тоже собственное производство, варить вот эти некие тенты, крыши, кровельные какие-то материалы, стены и прочее. У нас есть швейная мастерская небольшая, благодаря которой мы тоже можем использовать и уличные ткани, и неуличные ткани, в зависимости от того, в каком направлении работать. Сделана в Ульяновской области площадка, где местные производители могут заявить о себе на широкую аудиторию. Только в первый день форум посетило полторы тысячи горожан. Многие пришли за фермерскими продуктами. Они превосходят по вкусу и текстуре аналоги из торговых сетей, так как все ингредиенты выращены и изготовлены с любовью на собственном производстве. Это и про дело Алексея Нестерова. Председатель кооперативы «Станичный» из Новоспасского района порадовал гостей домашними сырами и десертами. У нас на территории поселения имеются мини-фермы, которые также являются нашими членами кооператива. Мы у них закупаем молоко и перерабатываем его в сыр. Также мы изготавливаем кондитерские изделия, пирожные. Это тоже вкусно, натурально. Никаких консервантов, добавок мы не используем. Для продвижения продукции ульяновских предпринимателей в форум вовлечены потенциальные партнеры из Азербайджана, Узбекистана и Казахстана. Контракт на поставку ячменя в Иран заключил местный производитель агрофирма из Староманьского района. Первая партия составит тысячу тонн больше, чем на 30 миллионов рублей. Сегодня мы заключили очень хорошее соглашение с компаниями Ульяновска. Думаю, в будущем мы хорошо сработаем с Ульяновском. Кроме того, Ульяновская область одной из первых подключилась к проекту торгово-логистического канала «Средняя Волга», «Каспийское море», «Персидский залив». Он помогает значительно увеличить объем товарооборота со странами Центральной Азии и Ближнего Востока, а также модернизировать портовую инфраструктуру. Кроме того, для оптимизации сроков доставки в работе находится транспортный коридор «Север-Юг». Российские железные дороги, кстати, являются партнерами сегодняшнего форума. Это наш один из основных партнер на западном железнодорожном коридоре нашего канала «Средняя Волга», «Каспийский залив». На данный момент проходят закупочные сессии. Предприниматели находят новые рынки с бытом. В этом году экспорт ульяновских товаров вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Губернатор Алексей Русских обозначил ключевую задачу – запустить программу поддержки региональных брендов. Как важно очень внимательно относиться к внутренним ресурсам развития. Ведь локализация производства сегодня становится не просто приятным бонусом, а жизненной необходимостью. Помощь получают и начинающие предприниматели. За два дня сделано в Ульяновской области на площадке прошла серия обучающих мероприятий. Эксперты поделились опытом, провели рабочие встречи. Форум завершился традиционной церемонией награждения, розыгрышем призов и вручения подарков. Мероприятие прошло по нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Александра Никитина и Олег Тончин. Управда. ТВ.